Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос довольно получается простой. Как перестать выгорать? В первую очередь, я думаю, что здесь необходимо консолидация с вашей мотивацией, мотивационной сферой. То есть, то ли я делаю, что хочу, не занимаюсь ли я чем-то, что мне не подуша, вот. Это первое, потому что очень часто выгорание возникает именно из-за того, что человек сбивается со своей мотивацией. Вот. Не совсем понимает, что и для чего он делает, и соответственно, значит, ну, не получает того результата, да, который ему ну... Ну, вот. Это первое. Второй момент. Это, конечно же, так скажем, проблема личных границ. Дело в том, что, если человек не умеет отдыхать, если человек переусердствует, все время перерабатывает, все время напрягается, игнорирует свои потребности в том, чтобы отдыхать, в том, чтобы себя защищать, то есть, игнорирует другие потребности, которые у него есть, вот, то естественным образом также возникает вот то, что, ну, то, что мы называем выгоранием, да, вот. Потому что просто происходит переутомление. Вот. Следующий момент, на который, пожалуй, имеет смысл обратить внимание, это момент, касающийся, ну, если хотите, сферы приложения человека. То есть, если вы можете реализоваться, скажем так, только в одной сфере, только вот в этой сфере, в которой вы, например, работаете или реализуете какую-то деятельность, вот, то, естественно, также происходит выгорание, потому что нет смены деятельности, нет переключения, нет творческого, значит, подхода, вот. Кстати, творческий подход необходимо также применять и в своей деятельности, в которой вы выгораете, то есть, постоянно пробовать что-то новое, позволять себе подходить креативно, вот, не механистично, чтобы оставаться эмоционально вовлеченным в то, что вы делаете. Вот. Соответственно, когда отсутствует переключение деятельности, если она отсутствует, это, ну, другая деятельность, альтернативная, вот, то тоже возникает выгорание. Я не помню сейчас, говорил ли я об этом еще или нет, но хочу забронуть эту тему, да, тему отдыха, потому что переключения деятельности не есть отдых, вот, отдых, расслабление, это отдельная история, где человек просто, значит, расслабляется, просто релаксирует, просто отдыхает. Очень важно уметь это делать, если человек не отдыхает, вот, что также происходит выгорание, потому что, ну, вот, все время напряжение, все время тонус, вот, и, соответственно, ну, возникает переутомление. Очень важны цели, вот, в том смысле, что, пожалуй, должны быть адекватные, адекватные цели, на мой взгляд, в том смысле, что цели желательно все-таки делать, ну, вот, достижимыми. То есть, чтобы эти цели были реально достижимы, вот, и чтобы человек время от времени хотя бы, хотя бы время от времени чувствовал, что способен хотя бы какую-то часть этих целей реализовать, вот. Потому что, если человек не чувствует, что он может реализовать свои цели, вот, то, конечно, довольно-таки тяжело оказывается себя мотивировать. Как-то вот, ну, заставить себя, да. Что-то делать, потому что теряется, вот, ну, что называется, теряется такой когнитивный смысл в том, что человек, делает, вот, так что вам и вашей задачей, ну, пожалуй, что является, вот, обращением внимания на все эти вещи, вот, о которых, вот, я сказал, да, и, ну, соответственно, корректировка, корректировка всех этих моментов, вот, о которых, опять же, я сказал, приведет, вот, ну, традиционно, да, к тому, что вы не будете себя, ну, как бы насиловать, да, вот, и, соответственно, выгорание у вас, вероятно, будет. Это будет сведено к минимуму. Хотя, 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 по-видимому, и не сразу это может случиться, да. Вот, особенно если вы какое-то время в этом состоянии уже находитесь, вы могли довольно легко привыкнуть, ну, вот, к тому, как вы живете. И вы могли, в принципе, как я думаю, на мой взгляд, по крайней мере, получить какую-то выгоду. от, ну, от того, что, ну, от того, что вы делаете. Вы могли, ну, просто получать, просто получать какую-то выгоду. И, соответственно, пока это выгода для вас, ну, как бы, актуально. Актуально, вот, так скажем, вот, ну, вот, вы, на мой взгляд, не откажетесь от своих, от своей деятельности, да, вы не откажетесь от своего подхода, такого, это тоже очень, очень важно понимать. А, ну, к сожалению, поэтому вам, на мой взгляд, нужна психотерапия. Для того, чтобы разобраться в причинах выгорания. И помочь себе начать, ну, получать удовольствие, да, вот. Ну, от того, что вы делаете, ну, грубо говоря. Вот, вот, пожалуй, это то, что мне хотелось, хотелось сейчас вам сказать, это то, что мне хотелось. Сейчас вам ответит. Вот. С точки зрения психологии и точки зрения психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Помощь вам. Помощь пригодится. Вот. Буду рад помочь. Я или коллеги. Помощь пригодится без синхона. Удачи. Удачи. Помощь. За Rim.